В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня руководитель конкурса «Фотобаттл» Олег Пирогов. Олег, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что это за конкурс с таким необычным названием? Здравствуйте! Это конкурс, который проводит Рязанское отделение Российской Союзной Молодежи, направлено на то, чтобы молодежь пришла в день выборов на избирательные участки. Нужно будет прийти на избирательный участок, найти нашего волонтера, он будет в специальной экипировке и с большой фоторамкой. Нужно будет сделать фотографию, волонтер вам в этом поможет, выложить в социальные сети с хэштегом «Фотобаттл» либо в ВКонтакте, либо в Инстаграме. Автоматически эти фотографии будут загружаться на сайт. Дальше нужно будет сходить на этот сайт, просить своих друзей, одногруппников, родителей и прочих родственников, чтобы они проголосовали за ваши фотографии. И победители получат мощные призы. Мощные призы – это какие призы, например, заинтересуете телезрителей? Планируется 21 приз, среди них iPhone 8, велосипед, iPad, Apple Watch, гироскутеры, камеры GoPro, то есть те призы, которые будут интересны молодежи. А кто является автором такого необычного конкурса? Непосредственно я. У меня появилась такая идея. Я обратился к руководству Рязанского отделения Российского союза молодежи с предложением о том, что таким образом рассказать про нашу организацию и привлечь в ее ряды новые молодежи. А чем вообще занимается ваша организация? Российский союз молодежи – это крупнейшая организация в целом в стране, которая занимается различной деятельностью. Это и патриотические направления, это и экологическое. То есть в любой среде, где возможно присутствие молодежи, мы работаем. Это и работа на каких-то форумах, это и добровольческая деятельность. Деятельность Российского союза молодежи направлена в различные области нашего региона. Олег, а скажите, почему вот как автор такого проекта, такого конкурса вы решили, что привлечь внимание молодежи к выборам – это действительно важно? Знаете, я вот в первую очередь хочу сказать от себя. Мне кажется, что нужно проявлять свою гражданскую позицию. И вот знаете, у молодежи есть такая черта, как недовольно критиковать какие-то законы, вообще всю ситуацию в стране. Но при этом ничего не делая, вообще ничего не делая. Начать надо с выборов. Да, да, да. Я думаю, что это очень хорошая возможность прийти, сделать какой-то шаг и потом говорить. Вот я проголосовал за того кандидата, который мне был интересен. И таким образом мы еще даем возможность получить какой-то крутой приз. Да, вот еще раз про крутой приз. Как же в итоге по итогам конкурса можно получить этот приз? То есть тот человек, который набирает большое количество лайков? Да, лайки учитываются непосредственно на сайте. То есть в социальных сетях, к сожалению, лайки не будут учитываться. То есть обязательным условием нужно заходить на сайт и голосовать за понравившиеся фотографии. Еще раз повторите название сайта. fotobattle.rf А знаете ли вы, в других регионах России проводятся подобные конкурсы? Да, вообще этот опыт мы переняли с думских выборов год назад, по-моему, в Екатеринбурге. И в ряде других уральских регионов было запущено нечто подобное. Нам понравилась эта идея с помощью выборов привлечь молодежь в ряды нашей организации. Мы связались с руководством аналогичных конкурсов, узнали всю механику, как они все это выстроили. И решили провести что-то аналогичное у себя в регионе. И так вот совпало, что это было связано с текущими выборами. На всех избирательных участках будут ждать волонтеры в специальной форме и с рамками? Да, на всех участках города, а это более 190 участков, будут волонтеры в специальной экипировке. Их, я думаю, будет очень легко заметить и подходить к ним и задавать вопросы. Только молодые люди могут стать участниками конкурса, если взрослые захотят, люди старшего поколения? Да, такая возможность предусматривается. Главное, чтобы аккаунт был зарегистрирован на того человека, кто публикует эту фотографию. То есть, например, если ребенок очень хочет получить айфон, он может пойти на участок вместе с мамой, попросить маму сфотографировать его, либо маму сфотографировать и создать ей аккаунт в социальных сетях. Таким образом, взаимное сотрудничество. Мама пришла, проголосовала, а ребенок принял участие в конкурсе и выиграл айфон. Может быть, есть какие-то сложности, да, наверное, аккаунты, соцсети, сайты. Расскажите подробнее для тех, кто, может быть, не сильно в этом понимает. Например, вот я. Хорошо. Обязательным условием для того, чтобы вы приняли участие в конкурсе, это наличие хэштега фотобаттл. То есть, если вы загружаете фотографию в Инстаграме, обязательно поставьте этот хэштег. По этому хэштегу фотография автоматически загружается на сайт. То есть, вам не нужно никуда ничего больше добавлять. И после этого можно принять участие уже в голосовании. Еще один такой момент. Ваш аккаунт в соцсетях должен быть открытым. В противном случае мы просто не сможем фотографию автоматически подгрузить на сайт фотобаттл.рф. В течение какого времени после выборов станут известные имена победителей конкурса? 18-го числа идет непосредственно публикация ваших фотографий. С 18-го по 20-го идет голосование за понравившейся публикации. И потом начинает работу наша экспертная комиссия. Они подсчитывают голоса, проверяют на наличие накрутки. То есть, мы стараемся, чтобы конкурс был максимально честен и прозрачен. Если мы поймем, что фотографии были, голоса фотографий были накручены нечестным путем, с помощью каких-то программ, соответственно, этот кандидат будет диспрофицирован. И в период с 24-го по 1-го апреля в один из этих дней мы огласим победителей, те 21-го человека, кто получит мощные призы и наградим их. Олег, а скажите, в Рязани подобные конкурсы уже были? К сожалению, нет. Это первый раз, когда мы проводим что-то подобное. И если все получится хорошо, если мы найдем положительный отклик среди молодежи, то в дальнейшем, возможно, мы будем пользоваться этой механикой конкурса в дальнейшем. Спасибо большое за беседу. Желаем удачи вам в день выборов, в проведении этого конкурса. Телезрители напомню, что в гостях у нас сегодня был Олег Пирогов, руководитель конкурса «Фотобаттл». Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова